Привет, бойцы! С вами проект MoiTaiCK и я Лапченко Виталий. Сегодня я хочу поделиться с вами своим рейтингом единоборств. Это рейтинг лично по моему мнению. В него я включал только те единоборства, по которым проводятся реальные соревнования, которые работают полный контакт и с возможностью нокаута, скажем так. А ты напиши в комментах, что бы ты добавил, а что убрал из моего рейтинга. Этот рейтинг я делал именно с точки зрения спорта. Но я также планирую сделать такой рейтинг с точки зрения уличной собообороны и уличной драки. Кстати, в этом выпуске не будет таких монстров, как чхарек и бесконтактные бои. Ты можешь посмотреть обзор на этих бойцов в описании под видео и в подсказочках. А здесь только реальный бой. Поехали! Итак, 10 место. Тхэквондо. Я включил этот вид единоборств в свой список, так как, несмотря на свою зрелищность, которую многие считают просто показушной, там наносятся очень серьезные удары ногами. Кстати, ноги в Тхэквондо признаны самыми быстрыми, и я готов с этим согласиться. Ребята могут пробивать серии с 50 ударов за пару секунд. Правда, в этих ударах нет разрушительной мощи, но если они долетают в голову, противнику хватает. Тхэквондо разделяют на два вида – WTF и ITF. Они практически одинаковы, но с одним различием. В ITF разрешены удары руками в голову, а в WTF – только по корпусу. Но и там, и там руками можно пить только прямые удары. То есть сбоку и снизу ударов руками нет. Суть самого поединка – заработать как можно больше очков. То есть за каждый удар начисляется определенное количество очков. Таким образом побеждает тот, кто больше наберет очков или нокаутирует соперника. Минусом этого вида можно назвать, во-первых, отсутствие рук. Во-вторых, опущенные руки в стойке. И в-третьих, это работа на татами, что позволяет выбегать с татами и тем самым останавливать поединок, давая себе возможность передохнуть. На девятом месте – джиу-джитсу. Джиу-джитсу – одно из направлений борьбы, акцент в котором делается на партер, а именно на болевые удушающие приемы. Это отличное боевое искусство, которому в партере, наверное, нет равных. Джицеры не используют грубую силу, а делают акцент на технику. Они похожи на удава, который постоянно обивает и пытается что-то сломать или задушить. Недостаток этого направления в отсутствии бросков, то есть бойцы сразу забирают захват за кимоно и падают в партер, не пытаясь как-то бросить или подсечь соперника. От многих дюдоистов и вольников я слышал рассказы, как они ломали джицеров из-за отсутствия силового аспекта. Но тем не менее, в смешанных единоборствах джиу-джитсу является основным направлением борьбы. На восьмом месте Кюкушинкай. Этот вид единоборств одна из разновидностей карате. Но в отличие от братьев, здесь идет работа в полный контакт. Правда, с некоторыми ограничениями. Есть даже направления или школы, которые вообще отказались от формальных форм ката и используют в тренировках только практику и полный контакт. Прежде всего хочется отметить в этих ребятах духовитость. Это главная черта бойцовки Кюкушина. Так как бой постоянно проходит на короткой дистанции и заключается в постоянном обмене ударами по корпусу. Конечно, то, что нельзя бить руками в голову, является большим минусом. Но это определяет их манеру боя на короткой дистанции. В остальном у них хорошая работа ног и коленей. Кстати, бойцы уделяют много времени набивке тела и ударных конечностей. Так как соревнования проходят без защитной экипировки. Практически голыми кулаками. А это чревато травмами при попадании кость в кость. Есть бойцы, которые поработав над защитой, вышли из Кюкушина и довольно успешно выступали на профи ринге по правилам других единоборств. Кудо. Седьмое место. Кудо – это также разновидность карате со своими поясами, катами и всей атрибутикой. Но его кардинальное отличие – это работа в полный контакт с применением ударной и борцовской техники. По правилам разрешены любые удары руками, ногами, локтями, коленями и даже головой по любым частям тела. А также броски и болевые приемы в партере. У вас может возникнуть вопрос, почему такой крутой вид единоборств я поставил на седьмое место. Потому что есть ряд ограничений, которые делают это направление лишь пародией на смешанные единоборствы. Прежде всего это шлем с пластиковой защитой лица. То есть удары как бы разрешены все, но ты не почувствуешь той радости от поломанного носа или рассеченной брови. Второй момент – это татами. То есть поединки проходят на открытой площадке. Если один давит ударами, второй просто выбегает и бой останавливается. Что дает возможность отдохнуть и делать качели, атакуя и убегая по очереди. Ну и время поединка ограничено всего тремя минутами. Из-за чего бой очень скоротечный и не требует большой пизухи, как в других единоборствах. Ну и добивания в партере запрещены. Только обозначение ударов по воздуху. Несмотря на все это, нокауты в поединках довольно частая штука. А бойцы акцентируются именно на ударную технику в стойке. И довольно хорошо себя проявляют в других единоборствах. За шестом месте – дзюдо. Это олимпийский вид спорта. А это уже говорит о большой конкуренции и качественной подготовке на сборах и соревнованиях. Дзюдоисты – очень крепкие ребята, с невероятным хватом. В отличие от вольников, дзюдоисты проводят схватки в кимоно. И у них большее значение имеет техника, а не сила. Так как там запрещены проходы в ноги, суть поединка в том, чтобы бросить или подсечь соперника, переведя в партер. Где, кстати, также разрешены болевые и удушающие. За каждый бросок и техническое действие начисляются очки. Побеждает тот, кто наберет больше очков за схватку. Кстати, рядом с дзюдо можно поставить самбо. Они очень похожи, а бойцы в основном выступают и там, и там. Хотя сами дзюдоисты говорят, что самбо проще, и там меньше конкуренции. Пятое место – бокс. Я думаю, что такое бокс знают все. Поэтому рассказывать про правила и принципы не стоит. Как говорили многие тренера, в боксе все просто. Там разрешено всего три удара руками. Прямо сбоку и снизу. Но эта простота скрывает в себе целое искусство. Почему в моем рейтинге бокс на пятом месте – объясню. Дело в том, что я считаю бокс базой и основой для любого вида ударных единоборств. Но далеко не пиков. Честно говоря, если мы возьмем теоретический бой между боксером и другим видом единоборств, а такие бои проходили на практике неоднократно, то боксеры проиграют практически всем. Борцы их борят, сразу делая проходы в ноги и переводя в партер. Тайцы обрабатывают ногами и клинчуют, против которых боксеры абсолютно не понимают, как защищаться. Конечно, это все очень условно и зависит от бойца, но чистый боксер никогда не покажет достойный результат на соревнованиях по муай-тай или ММА. Повторюсь, что бокс – это необходимая основа для любого полноконтактного вида единоборств. Но дальше нужно добавлять ноги, борьбу, партер. Конечно, если ты не хочешь выступать именно по боксу. Тогда нужно акцентироваться только здесь. Боевое самбо – четвертое место. Именно боевое самбо. Кардинальное отличие от простого самбо в том, что здесь разрешены удары руками и ногами. То есть это уже более универсальное единоборство, в котором можно драться в стойке, а также делать переводы в партер и болевые приемы. Также нужно отметить, что на соревнованиях используются беспалые перчатки и открытый шлем, что делает это единоборство довольно жестким. А нокауты в боях – частым явлением. Но минус этого спорта в том, что бои проходят на татами, что опять-таки дает возможность останавливать бой сбегая, чем и пользуются бойцы на фоне усталости. На третьем месте – К1. К1 – это раздел кикбоксинга. Но я взял именно его, а не весь кикбоксинг. Так как в кике очень много разделов. От лайф контакта, где сильные удары вообще запрещены, только на касании. До фулл контакта, где удары ногами разрешены только выше пояса. Но по факту там выступают чистые боксеры, которые делают пять требуемых махов ногами за раунд, а бы как, а дальше просто боксируют. К1 – это самый полноценный жесткий раздел кикбоксинга, который стал самым популярным на профи ринге. И соревнования среди профессионалов проводятся только в этом разделе. Основным плюсом этого раздела является полноценная работа руками и ногами. Кроме того, можно наносить удары коленями. Но для того, чтобы бой как можно меньше останавливался, запрещен клинч и прихваты ног. То есть акцент только на постоянные удары. А так как бой проходит в ринге, бежать некуда. И если ты сдох, тебя нокаутировали. А учитывая то, что бой проходит три раунда по три минуты, это частое явление. На втором месте – муай-тай. На второе место я вознес муай-тай, или тайский бокс, и все его разновидности, такие как бирманский бокс, муай-баран и другие, чтобы не отдавать место каждому по отдельности. Для этого потребуется отдельный рейтинг. Да, это мой рейтинг, и я представитель тайского бокса. Но почему не первое, вы узнаете потом. Я считаю, муай-тай довольно заслуженно занял свое второе место. Это самый жесткий вид единоборств. Каждый поединок, которого сопровождается кровью и травмами. В Таиланде каждый год в ринге умирает около 10 человек. Чем он такой жесткий? Тем, что здесь разрешены удары руками, локтями, ногами, коленями, а в некоторых направлениях и головой, по любым частям тела. Также разрешается, а на родине очень поочаряется, работа в клинче. Также разрешены захваты ног при ударах, скручивания и высекания противника. А вы должны понимать, чем это грозит. Удар локтем в область лица – это сразу сечка. Попадание колена в голову – это практически всегда нокаут. А в корпус – разбитые или поломанные ребра. Тайские боксеры очень жесткие и выносливые ребята, так как бой проходит 5 раундов по 5 минут, что требует огромной выносливости. Тем более с борьбой в клинче, которая невероятно изматывает. Тренировки проходят очень сурово. Бойцы тренируются 2 раза в день по 3 часа. Кроме того, пробегают 5 до 10 километров в день. В общем, это настоящие монстры, которые на данный момент выступают по всем ударным единоборствам с большим успехом. Профессиональные соревнования проходят только в боксерских перчатках и капой во рту. Больше никакой защиты. А бой останавливается в крайних случаях, когда бойцы не показывают активности в клинче или когда один из них уже лежит на конвайсе. Думаю, я вас убедил в заслуженности этого места. Ну и на первое место я поставил смешанные единоборства. Mixed Martial Arts, MMA. Постараюсь объяснить свой выбор. Лично я считаю, что нет такого боевого искусства, как MMA. Сейчас многие начнут возмущаться, как это ты что. Но я попытаюсь объяснить свою позицию. Суть смешанных единоборств в том, что здесь можно все. Наносить любые удары, клинчевать в стойке, переводить в партер, делать болевые удушающие приемы. И при этом разрешены удары и добивание лежачего противника в партере. То есть это можно назвать пиком боевых искусств. Можно все. Именно поэтому я поставил MMA на первое место. Благодаря смешанным единоборствам мы определили реально работающие стили боевых искусств и ответили на многие вопросы. Но такого вида единоборств или школы, как MMA, нет. Например, становится боец в стойку и сразу видно, что это боксер. Потому что он двигается на носках и хорошо работает руками. По манере боя видно кикера. И тем более тайца, который играет передней ногой, клинчует и наносит удары локтями и коленями и так далее. Сразу можно узнать борца по его опущенным руками, наклоненному корпусу с нацеленным взглядом на ноги. Но вы никогда не скажете по манере боя, вот это боец MMA. Вы скажете, он хорошо борется в партере, наверное, джиу-джитер. Или он классно работает руками, видно, что подтянул бокс. Почему? Потому что в смешанных единоборствах выступают представители всех единоборств. У каждого профессионального бойца MMA есть за плечами какая-то база конкретного вида единоборства. Не MMA, а именно конкретного. Дзюдо, вольная борьба, тайский бокс и так далее. Да, бойцы, которые выступают в UFC, Беллаторе, Ван Чемпионшипе, они все бойцы MMA. А не представители вида единоборств MMA. Сложновато закрутил, но надеюсь, что вы поняли мою мысль. Я это все веду к тому, что заниматься изначально MMA нет смысла. Сначала нужно выставить себе какую-то базу. Или борьбы, занимаясь дзюдо или вольной борьбой. Или джиу-джитсу. Или ударки, занимаясь боксом или муай-тай или киком. А потом уже на эту базу накладывать недостающие элементы. Большинство залов MMA 80% тренировок строят на борьбе, дополняя это боксом. Мне кажется, если ты будешь посещать тренировки хорошего тренера по борьбе и отдельно ходить на тренировки к хорошему тренеру по боксу, с тебя получится гораздо лучший боец смешанного стиля, чем если бы ты учился боксу у бывшего борца или бороться у бывшего тайца. Очень хорошо, когда в одном зале того же MMA есть несколько тренировок конкретного вида спорта. Тогда это идеальный вариант. Кстати, именно так поступали все чемпионы UFC и Беллатор. Стоит отметить, что 70% чемпионов MMA это базовые борты. Дзюдоисты, джитсеры, вольники, которые ставили технику бокса и муай-тай. Но в бою все равно боец отдает предпочтение той манере боя, которая в него заложена база. Если сказать в двух словах о тренировках, то бойцы MMA занимаются борьбой, тайским боксом, классическим боксом и кроссфитом. Я опять подтвердил свои слова, что MMA это не направление единоборта, а смесь различных направлений, которые благодаря смешанным боям смешались в один, благодаря чему он стал номером один. Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки». Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк, делись видео с друзьями. Пускай знают, чем стоит заниматься. А если ты хочешь освоить самый жесткий вид ударных единоборств, тебе в этом помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках!